Как меня сказали, уже зовут Иван Быков. Я работаю в компании GlobalLogic достаточно давно, но так получилось, что последние пару лет я перешел в WebStack. И так уж сразу получилось, что на моем жизненном пути случилась такая замечательная тема, как микросервисы. Я думаю, что многие из вас уже слышали и всем оно приелось, но хотелось бы все-таки для начала узнать, кто щупал, работал и вообще знает, о чем речь идет. Можете поднять ручки? Отлично. Это намного больше, чем GraphQL, так что, Макс, обломайся. Я думаю, стоит начать с того, что мы вообще сделаем небольшой обзор того, что такое микросервисы и потом рассмотрим основные проблемы, которые случаются с людьми, которые начинают их имплементить с нуля и, соответственно, пути решения этих самых проблем. Микросервисы – это, скажем так, такая техника разработки, которая наследуется от сервисно-ориентированной архитектуры. Многие знают такую аббревиатуру, как SOA. Это эти самые сервисно-ориентированная архитектура. То есть каждый микросервис – это сервисно-ориентированная архитектура, но не наоборот. И, к несчастью, многие эти понятия путают, и из-за этого возникают проблемы, из-за которых потом появляются вот такие вот картинки. То есть у нас изначально была большая кучка монолита, которая впоследствии превращается в много маленьких кучек из сервисов. И, собственно, для чего вообще эти все такие метаморфозы происходят? Естественно, для того, чтобы вроде как упростить жизнь разработчикам и перевести, скажем так, линейную экспотенциальную сложность разработки монолита в линейную сложность разработки каждого микросервиса. Это в первую очередь связано с тем, что они немного по-разному масштабируются. Типичная схема масштабирования монолита – мы просто добавляем куски железа, на которые разворачиваем наши монолиты, и при помощи load balancer мы распределяем нагрузку. В случае с микросервисами у нас получается слегка по-другому. Мы, естественно, тоже добавляем новые сервера, но наборы микросервисов на каждом из них могут отличаться в зависимости от того, что нам надо на самом деле. То есть здесь достаточно схематически изображено цветными квадратиками, но мы-то понимаем, что каждый квадратик – это какой-то конкретный микросервис. Собственно, если описать вкратце плюсы, то использование микросервисов добавляет нам модульности. В том смысле, что каждый микросервис – это одна маленькая софтинка, которую намного проще как понимать, разрабатывать, тестить и точно так же достигать безотказности этой самой софтинки. Точно так же, поскольку у нас эти все штуки должны быть в идеале независимы друг от друга, то и разработка каждой из них может быть независима. Независима вплоть до разного технологического стека. То есть вы можете писать один сервис на Node.js, второй на Sharp, третий на Java, четвертый. Вообще у вас может быть какой-нибудь serverless application, то есть там Azure Function или любое другое решение. И, соответственно, если вы вдруг наговнякали один сервис, и вы решили его сразу же отрефакторить, ну, как все делают, естественно, то вам не придется переписывать полностью целиком все приложение. Вам достаточно будет переделать только один кусочек, один сервис. Но, соответственно, это несет на себя дополнительные нагрузки. Например, такие, что достаточно сложно разрабатывать действительно распределенную систему. Потом вам нужно очень тщательно продумать механизм коммуникации между сервисами. Мы рассмотрим это чуть дальше. Так что, если у кого-то есть вопросы, пока не задавайте. Соответственно, поскольку это у вас различные приложения, то тестировать взаимодействие между ними – это достаточно нетривиальная задача. То есть вам надо, соответственно, поднимать весь зоопарк этих самых сервисов. Нужно тестировать не только их функциональность, еще как бы подразумевать, что может что-то отвалиться в момент соединения и так далее и тому подобное. Потом следующее такое достаточно большое, как на английском, drawback. Это то, что вам необходимо иметь дело с сложным достаточно деплоем. И здесь возникает такая ситуация, что вам уже на проекте по-любому очень желателен какой-нибудь человек под названием DevOps, который будет разрабатывать какой-то continuous integration system. То есть это уже будет не просто как бы мы деплоем одной кнопочкой на сервис или перекидываем DLL. Действительно уже стоит ознакомливаться с различными системами continuous deploy, то есть как минимум с базовым Jenkins'ом или любым другим провайдером. Ну, соответственно, у вас дороже выходит инфраструктура, потому что придачу к простым серверам вам надо поддерживать каналы транзакций, вам нужно больше серверов, больше памяти. И нужно еще также не забывать думать про безопасность этого всего дела, потому что каждый сервис, поскольку является независимым в идеале, то, соответственно, security должна быть у каждого продумана самостоятельно. Ну, вы все-таки решили использовать микросервис, несмотря на все эти недостатки, то есть преимущества превысили, вы понимаете, что у вас будет достаточно большая тяжелая система, и вы начинаете проектировать свою систему. Вот буквально недавно вышла книжка от такого странного издателя Microsoft, в которой достаточно толково описывается, как это все прекрасно сделать, и я из нее немножко проанализировал и сделал выборкой. То есть основные проблемы того, что поскольку у вас есть микросервис, вам надо определить эти самые границы, и чтобы сервис был достаточно микро, но и при этом он еще оставался как бы и сервисом мог в себе содержать всю необходимую функциональность. Потом как бы следующий вопрос, окей, мы это определили, но все равно в итоге мы упремся в то, что нам придется запрашивать данные в других сервисах. То есть в предыдущем докладе, если кто-то слышал, то вызовы по REST в том же CQRS – это нормальная практика. Ну и, соответственно, в любой API у вас очень часто будут завязки на еще какие-нибудь серпати API. После этого, опять-таки, было озвучено в предыдущем докладе, но стоит подумать о том, что иногда стоит пожертвовать консистенцией ваших данных, то есть ваши данные могут быть не абсолютно синхронизированы на всех сервисах, но все-таки они должны быть достаточно синхронизированы для того, чтобы выдавать корректные результаты. Ну и самый последний большой-большой вопрос, который поднимают всех. Собственно, какой лучший способ для коммуникации между нашими микросервисами? Я предлагаю рассмотреть все эти пункты по порядку. И у кого будут вопросы, можете, наверное, задавать даже сходу, потому что потом все все забудут. Я точно забуду. Начнем с того, что у нас есть так называемая domain model, и она должна быть для каждого микросервиса. То есть сейчас, как все планируют архитектуру, у нас будет сервис юзеров, будет сервис постов и будет сервис комментов к этим постам. Это все замечательно до того момента, как вы начинаете выгребать эти самые комменты, все комменты ко всем постам всех юзеров. То есть, соответственно, для того, чтобы вам сделать такой запрос, вам надо пойти по трем микросервисам, собрать кучу… То есть это очень хорошо, если у вас какое-то продуманное кэширование, но чаще всего вам придется сделать очень много запросов. И в итоге вся ваша экономия на том, что вы создали микросервисную архитектуру, упрется в то, что у вас будет просто так называемый чат API, то есть опишки, которые будут задавать слишком много запросов друг к другу. Поэтому по факту придумали такую штуку, которая называется bounding content. И это подразумевает под собой создание дубликатов данных в каждом микросервисе. Фактически у каждого микросервиса в идеале должна быть своя собственная база данных, и в ней содержатся все данные, которые необходимы для того, чтобы выполнить все возможные запросы, которые этот сервис может выполнять. Соответственно, если у вас есть, допустим, сервис юзеров, и у вас есть сервис всех постов, какой-то постов, то вы можете просто сохранять данные постов в сервисе юзеров. Да, в какой-то момент времени эти данные будут не синхронизированы, но скорость выдачи ваших ответов на ваши запросы вырастет очень-очень-очень сильно. И в случае, если ваш сервис постов помрет, то, соответственно, ваш сервис юзеров все равно может продолжать выдавать какие-то данные. То есть этим достигается так называемая… Вопрос? Этим достигается вот эта вот самая живучесть микросервисов, то есть когда каждый микросервис может прожить какое-то время даже без остальных частей своей системы. В принципе, то есть достаточно понять, что дублирование данных – это не проблема, это абсолютно нормально в микросервисной архитектуре. Да. Да. Нет. Мы сейчас обсудим вопрос с разными сервисами и данных чуть-чуть дальше. Поскольку базы данных у каждого сервиса свои, то в чужие базы никто ничего не пишет. Все происходит на уровне взаимодействия между сервисами. То есть чуть дальше мы рассмотрим вопрос, как это происходит в идеальном, скажем так, случае. Но пока просто запомните, что дублирование данных – это не страшно и это нормально. Соответственно, мы можем рассмотреть такую ситуацию, когда нам надо получить данные с нескольких микросервисов. То есть и тут уже вот как раз появляется такое решение, как API Gateway. То есть то, что предлагали в предыдущем докладе использовать CQRS, извините, не CQRS, предлагали использовать GraphQL, как какой-то прокси. В принципе, как бы второе решение – это использование вот таких вот API Gateway, каждый из которых возвращает респонс уже в том формате, который ожидает конкретная платформа. Например, в данном случае у нас есть Mobile и Web, и они могут подразумевать под собой абсолютно разные наборы полей. А может быть еще какой-нибудь application, который опять-таки идет еще раз в API Gateway, собирает данные и формирует еще что-нибудь здесь. Второй подход – это просто создание вот этих вот самых Materialize Views или же просто Views в базе данных, когда у вас есть, когда вы у себя в базе уже храните неразразненные таблички, а просто данные агрегируются сразу в том виде, которым вам надо. Этим достигается очень большая скорость выборки, то есть вам не надо никакие делать зависимости от других таблиц, не надо делать join, если у вас SQL, или придумать какие-то костыли, если у вас новый SQL. То есть у вас готовая таблица, с которой вы подбираете свои данные по тем, как надо. Опять-таки проблема в том, что эти данные надо будет периодически обновлять, но мы уже все давно поняли, что стоит пожертвовать целостностью данных в угоду скорости. Но опять-таки это если ваш софт позволяет вам такой, если у вас какое-нибудь медицинское решение, которое должно гарантировать, что все данные все время консистент, то, соответственно, это не ваш вариант, может вам надо подумать, как это делать по-другому. Может вам и не нужны микросервисы. Третий вопрос, третий подход, это использование CQRS паттерна, то есть мы когда разделяем запись и чтение, по факту, то есть у нас может быть несколько подходов. Это либо у нас мы используем разные куски для записи, для чтения, но пишем мы в одну базу, либо мы пишем в две базы и синкаем их периодически. В чем профит, особенно с двумя базами. Если у вас есть какой-нибудь база данных на запись, чаще всего это, допустим, какое-нибудь SQL-хранилище, потому что в нем гарантируется консистентность данных, у вас есть relation, у вас есть ключи и все такое. Но выборка из SQL-базы, все понимают, что это боль, потому что как только вам надо сделать join табличек, соответственно, у вас получается произведение этих табличек и если у вас там по миллиону записей в каждой, то вы немножко попали. Поэтому для чтения рекомендуется использовать новый SQL-базу данных, которые как раз, собственно, для этих проблем и придуманы. Ну и еще одно решение возможное. Это просто для очень-очень данных, данных, которые не требуют какого-то, допустим, для репортинг данных. Вы можете использовать так называемые холодные базы данных, простите, которые в себе содержат дубликат горячих данных. То есть если у вас есть достаточно сложные запросы, там, например, посчитать количество юзеров, которые зашли с 1 августа по 14 сентября и при этом совершили 10 тысяч действий, то, соответственно, вам проще не нагружать вашу действительно настоящую базу, которая умрет под этим запросом, а можно сделать это на холодной базе данных. Но, естественно, при этом возникает проблема регулярного синка, то есть вам надо продумать, как это происходит. А теперь возвращаемся к вопросу про консистенции баз данных и про то, как обновлять данные в других сервисах. Вот такая ситуация недопустима, когда у нас обновляется что-нибудь в каталоге и, соответственно, мы идем в корзину к юзеру, который сделал свой заказ и просто напрямую обновляем в его базе данных. Это как бы неправильно, потому что, опять-таки, это уже не микросервисно, потому что ваш микросервис каталога будет очень сильно зависеть от живучести микросервиса таблички. Вы должны полагаться на то, что ваши данные, как бы, они находятся в eventual consistency, то есть не гарантированно они синхронизированы. И очень, да, это главное правило, что база данных, они должны быть приватные для каждого сервиса. Приватные не в смысле, что у каждого микросервиса должна быть реально физическая база данных, но, по крайней мере, вы не должны обновлять сущности в базе данных, которые принадлежат другим сервисам. То есть фактически вы можете хостить у себя один монго-сервер, в нем держать 10 тысяч коллекций, это как бы нормально, но вы должны знать, что коллекция, допустим, которая принадлежит к каталогу, не может обновляться из микросервиса, который баскет. И наоборот. И наоборот. Простите. И, собственно, в этот момент возникает такой вопрос, а как это все синхронизировать, и как эти микросервисы должны между собой общаться для того, чтобы данные вообще хоть как-то получались, обновлялись и так далее и тому подобное. То есть если кто-то работал с микросервисами, то я прямо вангую, что почти все использовали стандартную схему через HTTP-запросы. У вас есть зоопарк микросервисов, которые получают просто свои данные по REST-интерфейсу. То есть это самый-самый-самый баян, который все привыкли использовать. То есть у нас напрямую мы идем в один сервис, идем в другой сервис, у нас все очень синхронненько, все красивенько. Но, но, если у вас умирает, соответственно, один сервис, то второй при синхронном запросе получает error-код и не может выполнить свой запрос. Опять-таки, если у вас произошло, например, самый такой простой пример, если у вас есть статистика по юзерам, и мы трекаем, как часто юзер логинится, как долго он сидит на вашем сайте. Соответственно, у вас в момент логина, вы берете и чаще всего вызываете просто у статистик сервиса, ой, к нам зашел юзер, давай обновим его счетчик посещения. И все это время вы ждете, пока статистик сервис действительно пойдет, пойдет обновить свои данные и вернет вам какой-нибудь там позитивный error-код. В принципе, как бы в этом нет ничего плохого, с одной стороны. С другой стороны, это все скорость и независимость ваших сервисов друг от друга. Она очень страдает. И как только у вас умирает сервис, от которого вы зависите, то, соответственно, у вас возникают проблемы, которые так просто не решить. И к тому же это убивает саму идею микросервисов на корню, потому что тогда вам было бы проще сделать один большой монолитик, который как бы гарантированно обновляет все данные, когда нужно. То есть никаких накладок на выполнение HTTP операций нет, потому что каждый HTTP вызов, мы же понимаем, что это дополнительные расходы и оверхед на создание запроса, на ожидание и так далее и тому подобное. То есть это… Поэтому, в принципе, изобрели такую штуку, как асинхронное общение между сервисами. Оно бывает двух видов. Я предлагаю рассмотреть оба сразу. Первый из них – это общение, основанное на командах, когда ваш сервис знает про другой сервис, но он не выполняет синхронную HTTP команду, он использует какой-нибудь асинхронный провайдер, там, RabbitMQ или любой другой messaging провайдер. И отдает прямую команду. Ты микросервис такой, я микросервис такой, это ты сделай то-то. С одной стороны, это как бы и не ждет уже ответа. То есть он просто отправил команду, и второй сервис это сделан. С одной стороны, это как бы решает проблему того, что вам надо ожидать респонс от HTTP вызова, потому что его уже не надо ждать, потому что нет никого HTTP вызова. С другой стороны, это все равно создает проблемы с тем, что ваши все сервисы, они очень плотно связаны между собой. То есть для того, чтобы отдать команду другому микросервису, вам надо знать, что этот микросервис существует. Поэтому существует решение, которое основанное на том, что ваш сервис не знает ничего про другие сервисы, так называемые, но он знает о том, что ему надо отправлять какие-то сообщения об изменении своих данных через так называемую event bus, то есть шину сообщений. Ну это если по-русски. Здесь используется чуть-чуть другой паттерн. Здесь используется паттерн publish-subscribe, то есть довольно распространенное явление, когда те, кто заинтересован в каком-то событии, они подписываются просто на это событие. То есть это очень часто используется в любом UI, и в принципе, наверное, сейчас всякие реакты и так далее, и тому подобное, в принципе, туда и идут. То есть хотите подписывайтесь, не хотите, не подписывайтесь. В зависимости от этого сообщения, вы уже на своем сервисе реагируете соответственно. То есть если у вас обновились данные в юзер профайле, юзер профайл не говорит, сервис баскет, обнови у себя что-нибудь, и ты ордери не обнови. Он просто говорит, у меня в юзер профайле обновились first name и last name. Соответственно, все, кто на него подписан, получают это и обновляют свои базы данных. Опять-таки здесь достигается ситуация то, что другие микросервисы не лезут в вашу базу данных, и они вообще даже не знают, что происходит. А также достигается то, что в вашей базе данных будут только те данные, которые вам необходимы. То есть и опять-таки божественный Microsoft, он подчеркивает, что вот такой вот цепочке сообщений с синхронными HTTP запросами, это уже как бы нонсенс, и сейчас так не рекомендуется делать, потому что как только ваш ордеринг, допустим, сервис сломается, то, соответственно, изменения не дадут ни до каталога, ни до какого-то другого изменения. То есть очень рекомендуется использовать асинхронное общение, то есть либо используя какие-нибудь соответствующие способы типа того же Rabbit NQ, Azure Service Bus, или Amazon наверняка тоже предлагает что-то такое, либо самый банальный HTTP long polling. It's okay. То есть в принципе выбор транспортного средства зависит от вас. Банальный Redis, между прочим, умеет тоже делать PubSub и очень хорошо. Проверено в реальной жизни. И, соответственно, в один прекрасный момент вы все-таки вдруг осознали, что ваш монолит уже не масштабируется, что как бы дописать каждый метод – это геморрой, что для того, чтобы его просто заразвернуть, вам надо купить 28-ядерный Mac Pro за 6000 долларов и еще стоечку к нему за 1000 долларов для монитора. И вы понимаете, что вы хотите все это делать на маленьких-маленьких виртуальных машинках где-нибудь в Ажуре, и вы приходите к тому, что ваш монолит надо начинать бить на что-то. Соответственно, вам надо заниматься тем, что вы будете, так сказать, декомпозировать то, что у вас есть. То есть у вас изначально есть такая большая какашка, и вам надо добиться того, что у вас получится много маленьких какашек, но они должны быть очень-очень слабо между собой связаны. То есть у вас достаточно не просто разбить на куски функциональности, то есть выделить ваш юзер-контроллер в отдельную часть и вынести ваш юзер-репозиторий в отдельную часть, вам надо добиться того, чтобы другие ваши контроллеры не ходили в другие репозитории. То есть и это все связывалось в идеале все-таки через какой-то ивент-бас. То есть в принципе для этого можно использовать несколько подходов. То есть самый банальный это начинать с иерархии, то есть от самого большого бить на маленькое, потом эти маленькие бить на еще более маленькие и так далее, пока вы не побьете до того уровня, который вы считаете достаточный. Также вы можете бить функционально, то есть в зависимости от того, какой функционал выполняет тот или иной кусок вашего монолита. Но при этом стоит помнить, что ваши микросервисы должны быть очень-очень сильно связаны внутри, то есть вся функциональность, которая в них нужна, желательно, чтобы она была в них. И не должны базироваться на том, что данные будут приходить откуда-нибудь снаружи. То есть опять-таки это все сводится к тому, что данные придется дублировать. Наверное, у меня по докладу все, но я думаю, что у кого-то есть точно вопросы по тому, что здесь происходит.